Губернатор Алексей Русских провел личный прием граждан. Ульяновцы как приходили лично, так и общались с главой региона по видеоконференц-связи. Первой обратилась студентка ульяновского техникума экономики и права Полина. Девушка относится к категории дети, оставшиеся без попечения родителей. А ее единственным доходом является стипендия. Ей окажут материальную помощь на покупку мебели и оргтехники для дистанционного обучения. Доехать до сел Кокрять и Аристовка Старомайнского района, не повредив подвеску, сложно. С проблемой плохих дорог к главе региона обратились местные жители. Населенный пункт ограничен с Татарстаном, поэтому и на дороге всегда оживленное движение. Алексей Русских поручил провести проверку и завершить ремонт до ноября этого года. На 2022 год у нас предусмотрен ремонт автомобильной дороги. На участке, как заявительница говорит, около села Кокрять протяженностью 1,7 километра общей стоимостью 30 миллионов рублей. А также ремонт участка этой автомобильной дороги в районе деревни Аристовка. Это здесь тоже планируется ремонт 2,3 километра на сумму около 35 миллионов рублей. В Белом Ключе Сурского района нет магазина. В селе проживает 193 человека. У большинства нет личного транспорта ездить за продуктами в другие населенные пункты. Магазин закрыли еще в 2019-м. Продукты первой необходимости привозит машина. Как отметил глава муниципалитета, уже нашли продавца. Решается вопрос с системой отопления в здании. Ну, давайте так тогда, до 1 мая от вас ждут доклады открытия магазина. Жители северной части Ульяновска попросили установить светофор на перекрестке проспекта Нариманово и улице Ветеринарный. Участок сложный. В часы пик здесь постоянные пробки. У нас детский сад. Два детских сада на районе. Дома новые все жители. То есть молодые, много молодых семей с детьми. Каких-то детей водят в эти детские сады, каких-то надо возить. То есть шаговой доступности школы у нас нет. Мы относимся к 28-й школе. У нас, конечно, ходит автобус, но многих возят тоже и на машинах. И получается, что мужчины у нас много в ипотеке, квартир. Мужчины работают, а мамы возят. Вопрос обещали решить комплексно. Кроме установки светофора, расширить проезжую часть, установить перильные ограждения. Работу должны сделать до 1 сентября. Анна Тищенко, Уллправда ТВ.